Когда-то давным-давно мы сидели на берегу широкой реки, ярко светило солнце и дул теплый летний ветерок. Мы думали о будущем, как о приключении, полном чудес и новых возможностей. Мы думали, что там, за горизонтом эпох и десятилетий, нас ждет бесконечное счастье среди бессмертных людей, среди космонавтов и иных галактик. И счастье было так близко, буквально на расстоянии вытянутой руки. Но 9 января 2007 года один великий человек по имени Стив Джобс вложил нам в эту руку смартфон. И все изменилось. Будущее уже здесь. Но оно совсем иное, чем мы себе это представляли. Уже сейчас очевидно, что смартфон и безлимитный доступ в интернет изменили все. Мы меньше встречаемся друг с другом, мы меньше разговариваем, меньше обнимаемся и все больше погружаемся в виртуальную пучину. Мессенджеры вместо голоса, лайки вместо объятий, перепосты вместо любви. Мы жиреем от поступающей информации. Это наркотик похлеще героина. И мы хотим больше. Чем опасен подобный стиль жизни, спросите вы? Чем плох звон мессенджеров и бесконечная лента соцсетей? Ведь там столько всего интересного. Первое, что приходит на ум, это информационная перегрузка. Термин, описывающий трудности, понимание, проблемы в принятии решений, причиной которых является избыток информации. Информационная перегрузка была зарегистрирована во все периоды, когда достижения в области технологии увеличили производство информации. Уже в третьем и четвертом веках до нашей эры люди относились к информационной перегрузке с неодобрением. В последние годы, эпоху информации, информационная перегрузка воспринимается как отвлекающая и неуправляемая информация, такая как спам, почтовые уведомления, мгновенные сообщения, посты из микроблогов и социальных сетей. В результате прерывания на такую информацию негативно влияет на наше внимание. Больше 25 минут уйдет на то, чтобы мы вернулись к тому, чем мы занимались, всего лишь после просмотра электронной почты. В 2007 году New York Times описал имейл как причину, по которой экономика теряет 650 миллиардов долларов. Одиночество Казалось бы, в эпоху потрясающей доступности каждого каждому, мы, люди, не должны быть одиноки. На расстоянии клика находится ваш друг, приятель или знакомый. Вы можете прямо сейчас написать президенту, любой поп-иконе, хоть самому папе римскому. Однако подобное общение, подобно крику в пустыне, скорее это суррогат общения, которое само по себе обедняет участвующих. Меняется язык, смайлики вместо эмоций, сокращение фраз и потеря целостности языка. Одиночество Некоторые мировые психологи говорят, что при всем изобилии новостей и развлечений, соцсетей и мессенджеров, одиночество будет становиться еще больше.